29 декабря в актовом зале администрации состоялось заседание районного собрания. В работе сессии приняли участие депутаты районного собрания, заместитель прокурора Галского района от Гуркугония и заведующий юридическим отделом Инал Кучуберия. В начале работы председатель районного собрания Джамбу Куртава, поприветствовав всех, огласил повестку для рассмотрения вопросов утверждения в должности начальника ОВД по Галскому району Лоурен-Сокогония, заместителя председателя районного собрания Беслана Кантария, заводелом обеспечения Марики Пепия и заведующего экономическим отделом Тимура Аблотия. Также были рассмотрены и утверждены вопросы, касающиеся тарификации и размещения рекламы в сетке вещания ГАЛ-ТВ и расчеты по тарифам водоснабжения и водоотведения, проведенные отделом управления городского хозяйства. «Будем выносить на голосование, то есть уже не так по отдельности, а все вместе, да. Я думаю, ГАЛ-ТВ заслуживает такого, здесь они сегодня тоже у нас присутствуют, они, если по тарифам будут работать, я думаю, очень даже интересно будут и еще лучше будут работать, еще больше будут работать». «Цены приемлемые». «Приемлемые, да». «С космоса совсем нет таких». «Если у кого-то какие-то предложения есть по этому вопросу, тогда на голосование? За». В ходе собрания был рассмотрен и утвержден проект УГХ Галского района, касающийся правил содержания сельскохозяйственных животных на территории города ГАЛ, правила их учета и идентификации в пункте содержания, а также дальнейшего использования безнадзорных животных в пункте содержания. «Животные на территории города ГАЛ, сначала это первый этап проекта, на территории города ГАЛ будут маркироваться. Это будет стоить буквально копейки. Маркировка данных животных, она нужна для нескольких задач, для решения нескольких задач. Во-первых, это учет и контроль животных сельскохозяйственным. Учет и контроль не просто ветеринарный, в том числе и налоговая служба, когда происходит продажа неконтролирования животных. Все это будет учитываться. Во-вторых, ветеринары нам в уголе согласования рассказали о том, что эпидемиологическая ситуация санитарная, она тоже должна контролироваться. А когда существуют неучетные, неконтрольные животные, с этим возникают проблемы. Когда животное маркировано и когда оно под контролем, мы знаем, оно привито, состояние его здоровья, можно ли его пускать на улицу и так далее. То есть это полноценный учет и контроль. Затем депутаты перешли к рассмотрению вопросов, касающихся утверждения районного бюджета на следующий год. Соведующий финансовым отделом Хаджарат Адзимба представил информацию о прогнозе социально-экономического развития на ближайший год. Большинством голосов депутатов прогноз социально-экономического развития был принят к сведению. У нас доходная часть выпала земельный налог в связи с указом президента, и они татируются с республиканского выпуска. Сколько там выпало? 5 миллионов 277. Очень хорошо. И 5 миллионов они по большому счету на бюджет района особой нагрузки не сли. А на население теперь не нанесли колоссальную нагрузку. Хаджарат Адзимба вынес на рассмотрение и одобрение проект бюджета Галского района на 2021 год. По доходам в сумме 42 миллиона 527 тысяч рублей, по расходам в размере 231 миллиона 819 тысяч рублей и межбюджетный трансферт из республиканского бюджета в размере 189 миллионов 291 тысяч рублей. Ситуация социально-экономически сложная, но в современных реалиях вполне привычная. После обсуждения основных параметров бюджет района на 2021 год был принят большинством голосов. В ходе сессии участники районного собрания обменивались мнениями, высказывали свои предложения и поправки, которые были приняты к сведению и учтены. То, что вы сказали, то, что есть проект, то, что разработано такое положение, конечно же, это замечательно. Уже, значит, правильно вы заметили, надо переходить по лиц цивилизованным, а не тем диким методам. Ну, хорошо. Значит, то, что животные будут маркированы, то, что они будут поднадзорны и так далее, что в черепе города нельзя, это правильно. Большую дискуссию вызвал вопрос документации в Галском районе, поставленный депутатом районного собрания Бесланом Аршба. Конституционный закон Абхазии о гражданстве предусматривает двойное гражданство Абхазии только с России. Никто не собирается нарушать законодательство нашего государства, предпринимая действия по незаконной выдаче гражданства Абхазии гражданам Грузии. Напротив, этот вопрос нужно решать на законодательном уровне, подтвердили участники дискуссии. Как пояснил начальник ОВД по Галскому району Лоренцо Когония, паспортный отдел напрямую связан с паспортным управлением МВД Республики Абхазия. И РОВД никак не может повлиять на его работу, кроме оперативных вмешательств. В совершении заседания депутаты своими решениями в связи с ротацией внесли некоторые изменения в составы постоянных комиссий и утвердили предварительную повестку следующего заседания.